Когда мы говорим «Азербайджан», то мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Вот есть государство Азербайджан, член организации объединенных наций, которого там есть, нравится или не нравится вам парламент, политическая система, идеология, президент, можно критиковать, но понятно, вот есть Азербайджан, есть национальная нация азербайджанская, которая там в большинстве тюрки, агузы, талыши, народ, значит, иранского корня, там, лесгины, аварцы, русские, евреи, армяне могут стать представителями азербайджанской политической нации. Это, по крайней мере, национальное государство. Вот вы можете сказать «влиятельная азербайджанская диаспора»? Нет, такого сказать нельзя, потому что азербайджанская диаспора очень богатая, вот в Москве, это азербайджанские евреи, там, Гот Ниссанов, которому принадлежит, значит, там очень дорогие объекты, там, в Москве, начиная от «Вуд-Сити», кончая гостиницей «Украина», которые, значит, показывают всячески свою любовь к азербайджану. Это и, значит, семья Агаларовых с «Кроку-Сити» тоже. Но при этом сказать, что они как-то влияют на политику азербайджана, ну, никак невозможно, честно скажу. То есть Азербайджан, смотрите, очень важно, это субъект, который выступает как субъект, как национальное государство. Мотивы его понятны, проблемы его понятны. Можно просчитать его ходы, потому что, как бы, все сходится так или иначе к личности Ильхама Алиева, Мехребан Алиевой, там, значит, министр иностранных дел. Там понятно, в принципе, кто в Азербайджане так или иначе принимает решение. Это президент, вице-президент, значит, там достаточно ясно, как эти решения принимаются и даже понятно, какие эти решения, исходя от национальных интересов Азербайджана. Теперь возьмем другую сторону, Армения. Мы говорим Армения. Вот есть Никол Пашинян, человек, выбранный армянскими гражданами, людьми, проживающими на территории бывшей советской социалистической армянской республики, ныне республики Армения, члена организации объемных наций. Но можем ли мы сказать, что Пашинян на этих переговорах выражает интересы именно государства Армении, так же, как Ильхам Алиев выражает интересы государства Азербайджан? Конечно, нет. Мы видим, как на Пашиняна оказывается дикое давление, как армянские миллиардеры и триллионеры, и миллионеры, и армянские лоббисты, и те, кому армяне, значит, кого они содержат армянские, эти миллиардеры и триллионеры из неармян, оказывают постоянно давление на Пашиняна. И когда говорят про Армению, такое ощущение, что речь идет не про государство, как в контексте Азербайджана, а про какую-то такую глобальную сущность, которая непонятна, то ли это империя Тиграна Великого, то ли это мировое какое-то добро, там, значит, Париж, там, Нью-Йорк, Москва, Лондон, там, я не знаю, что угодно, Калифорния, Лос-Анджелес, Даллас, там, вот, в Техасе достаточно большая армянская диаспора. Говорят, Армения. Слушайте, вот есть государство Армении, есть государство Азербайджан, да, есть государство Армении. Когда государство Азербайджан понятно, когда государство Армения, премьер-министр Армении должен бороться со всей этой толпой, которая ему подсказывает из российского Первого канала, там, Нарочницкая орет, там, Карабах Армения, Карабах Армения выпучи в глаза, там, мигранян, там, и так далее, в Париже, в Нью-Йорке, все имеют, они, мнение по поводу того, как жить вот этому миллиону человек, примерно миллион человек проживает в Армении, чуть больше, там, на территории современной Армении, бывшей Советской Республики. Как будто речь идет о том, то есть какая-то глобальная такая система, непонятно на что опирается, с непонятными границами, потому что показываешь, где граница Армении, начнется бред, это Арарат, там, это озеро Ван, это Карабах, там, это, я не знаю, там, часть территории Грузии, понимаете, там, значит, там, Джавахетия, условно говоря, это вообще древние земли, которые были от Каспия до Каспия. Нет, спросит их на переговорах конкретно, вот просто о какой Армении мы идем речь. Никол Пашинян пытается робким голосом доказать там, что, мол, вот Армения, это вот это, вот отсюда, вот досюда, вот эта вот территория, вот с этими картами, а вот это наше, а вот это не наше и так далее. Но его заглушает буквально вой мирового армянства, который говорит, это там вот все, а мы противостоим Турану. Продолжение следует... Продолжение следует...